Как выбрать наиболее выгодный режим налогообложения? Именно с этим вопросом в первую очередь сталкиваются начинающие предприниматели. Самые популярные варианты – упрощенка и патент. Насколько удобен последний вариант и нужно ли что-то менять в патентной системе, обсудили за круглым столом представители бизнеса, департамента финансов и экономики, налоговой инспекции и уполномоченный по правам предпринимателей в Ненецком округе. Нужно ли увеличивать или уменьшать стоимость патента? Этот вопрос стал основным в ходе обсуждения за круглым столом, который был организован в департаментах финансов и экономики. Сейчас цена патента не зависит от того, какой доход был получен предпринимателям. Сумма остается фиксированной. По словам представителей малого бизнеса, такая система не всегда удобна. Там доходность идет в районе 4 миллионов рублей. Просто у нас не все предприниматели имеют такой доход. То есть бывает очень маленькая какая-то торговая точка, у которой нет такого дохода. А раз нет такого дохода, следовательно, просто не окупается этот налог. То есть патент не окупается. Хорошо, вот у нас несколько лет уже, как наши депутаты, делали такую поблажку для наших предпринимателей. И у нас доходы, упрощенка, вот с доходов платится 1%. И это очень выгодно и удобно. То есть получил доход, заплатил 1%, умельчил на страховые износы. И, грубо говоря, практически не платишь других никаких налогов, кроме фиксированных платежей. В Ниньском округе, где количество представителей малого бизнеса растет из года в год, растет и число предпринимателей, которые перешли на патентную систему налогообложения. Причем выросло в два раза. Сегодня 138 патентов выдано, 108 предпринимателям. Это составляет 10% от зарегистрированных и ведущих деятельностей. Вообще цифра эта на 55% больше, чем было в прошлом году. Это приятная статистика. Впрочем, регион все равно не выполняет показателей, установленных национальным проектом. Одна из причин – недостаточная информированность. Исходя из обсуждения, пришли к выводу, что действительно недостаточно информировано предпринимательское сообщество о том, что можно применять налоговый вычет на страховые взносы. Как это было видно из статистики налоговой службы, только треть предпринимателей, использующих патентную систему, пользуются налоговым вычетом. Наверное, это наш минус информационной поддержки, поэтому мы сейчас перезагружаем свою работу с тем, чтобы действительно довести до каждого, а может быть даже применить какой-то индивидуальный подход для определенных отраслей. Однозначно сказать, какой режим более выгоден для предпринимателя, нельзя. Все зависит от вида деятельности, дохода, региона, ведения бизнеса и прочих факторов. По итогам круглого стола участники со стороны бизнес-сообщества высказались против изменения стоимости патента. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».